Отовсюду доносится веселая музыка, слышится детский смех, а все потому, что сегодня Парк Толстого принимает у себя грандиозный праздник под названием Дети Наше Будущее. Сегодня сотни, а даже тысячи юных химчан смогут попробовать себя в разных профессиях. Это спасатель, врач, учитель, боксер, футболист. Всего для ребят подготовили около 40 локаций, где они могли пообщаться с профессионалами и поучаствовать в интерактиве. Дети Наше Будущее в Химках проводят уже во второй раз. В прошлом году праздник прошел с таким размахом, что администрация округа решила сделать его хорошей традицией. Это возможность ребенку почувствовать себя чуть-чуть взрослым. Это очень правильный фестиваль и мы благодарим от лица администрации городского округа, наших организаторов, наших партнеров за такую шикарную возможность. Встречала гостей парка аллея первоклассников. Фотографии детей из трех десятков химкинских школ с их мечтами о будущей профессии. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Полицейским. А почему? Потому что они спасают людей. Знаете, это очень необычная традиция делать праздник для первоклассников. Вы видели эту галерею, мне кажется, здесь это самое ценное. В галерее всех первоклассников. Там написано, кем мечтают стать наши малыши. Там им уделено большое внимание, фотографии, какие популярны имена среди первоклассников. Это все так трогательно, это все так, знаете, для детей. В начале праздника всем малышам выдали трудовые книжки. После каждого мастер-класса там ставили отметки о профессиональной подготовке. В конце дня за эти печати получали вознаграждение в виде сладких подарков. Кем ты здесь побывал уже? Пожарным, полицией, строителям, водителям и еще... Спасателям ЧС, да? А что больше всего понравилось? Какая профессия? Пожарный. А почему? Потому что это так сложно, тушить пожар там и спасать людей. Так, печати поставили в трудовую книжку? Да. Праздник масштабный. Чтобы рассказать о нем, нашим съемочным группам пришлось объединиться и вместе с ребятами обойти все площадки. Самые сильные, смелые и спортивные ребята собрались на площадке по боксу и кикбоксингу. Тренер Нарек учит ставить удар и бить сильно-сильно по груши. И сейчас поделится с нами секретами мастерства. Нарек, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы правильно и сильно ударить? Ну, скорость и правильность удара состоят полностью в корпусе. Если будет корпус и будет правильный удар, то тогда удар будет сильным. Правильная стойка. Если вы правша, ставите левую ногу впереди, правая сзади и прижатые ручки. И удар идет сначала левой, а потом уже правой. И при всем этом используем правильность корпуса. И удар идет. Раз. Ну, как-то так. На ринге в это время проходили показательные спарринги от юных кикбоксеров. К малышам-первоклассникам был особый подход. С каждым тренера занимались индивидуально. Спортивную тематику представлял и клуб фехтования. Все желающие могли сразиться на шпагах, предварительно надев защитную экипировку. Тем, кто проколодался, предлагалось набраться сил с помощью фирменного блюда полевой кухни. Гречка с тушенкой пользуется неизменной популярностью. Очень вкусно. Мы очень довольны. Всей семьей попробовали. Вокруг Дворца культуры Родина расположились площадки МЧС, химспаса, пожарных и полиции. Здесь ребятам рассказали об особенностях самых нужных и благородных профессий. Больше всего эмоций у зрителей вызвали показательные выступления группы оперативного реагирования. Я смотрела на разных площадках. Ребята пробовали себя в разных профессиях. И, наверное, им нужно это сделать. Кто-то вязал косички, кто-то готовил винегрет, кто-то пробовал себя в танцах. Их были очень интересные. Собрали очень много народу площадки с пожарной машиной, с полицейской, со скорой помощью. Наверное, это очень полезно ребенку для того, чтобы в дальнейшем определиться с профессией. Открыть в себе будущего гуманитария первоклассникам помогали в выездной библиотеке и на уроке рисования. Окунуться в съемочный процесс вместе с химки СМИ могли ребята, которые мечтают о профессиях корреспондентов, ведущих новостей и телеоператоров. Соседняя площадка предназначалась для любителей технологий будущего. Компания «Гигавайдер» предложила ребятам пройти монтажный квест, побывать в мире виртуальной реальности и познакомиться с роботом Алешей. Вообще очень круто здесь. Я прям в восторге. Если бы мне разрешили, акцию для взрослых ждем. На фестивале профессии детям можно было делать все, что в обычной жизни строго запрещается. Например, залезть на крышу пожарной машины или пробраться в кабину автобуса, крутить руль, жать на педали и исследовать кнопки на панели управления. Я побывал уже в спецтехнике, еще в полиции и на уборщике посидел. Такие мужские профессии попробовал, да? А что больше всего понравилось? Мне больше всего понравилась полиция. Почувствовать себя асом квадроцикла и держать в руках руль, а после стать настоящим механиком. Такая возможность была у ребят, которые дошли до локации квадро и автомеханика. И пользовались они достаточным успехом как у мальчиков, так и у девочек. И автомеханикам понравилось? Да. А что ты там делала? Я там аккумулятор чинила. Праздник «Дети – наше будущее» – уникальная площадка, где вы еще увидите ребенка, бегущего к стоматологу. Популярность этой локации зашкаливает. Ребята могли посмотреть все, изучить строение зубных рядов, а также получить ценные советы врача. Рядом располагалась машина скорой помощи. Здесь можно было не только узнать, как оказать первую помощь, но и изучить карету медиков изнутри. Антон сюда пришел не ради праздного любопытства. Парень уже определенно выбрал стезюм, будет травматологом. Я хочу лечить людей от переломов. При том, что у моей бабули ноги болят. Я хочу, например, вылечить их. Завершили праздник футуристическим шоу. Артисты взмывали вверх на несколько метров и демонстрировали чудеса эквилибристики и легкой атлетики. На прощание в небо выпустили сотню воздушных шаров. Они унесли с собой мечты и загаданные желания маленьких гостей большого фестиваля профессий. Продолжение следует...